Накануне состоялось очередное 32-е заседание Законодательного собрания Тверской области. В повестке дня был 21 вопрос. Депутаты поддержали изменения в областном бюджете, приняли региональный закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области. И не только. Подробности смотрите прямо сейчас. В начале заседания сенатор Российской Федерации Андрей Епишин и первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Тверской области Болковник Алексей Стрельников вручили ученику 9-го класса Бельской средней школы Дмитрию Кондратьеву медаль Совета Федерации за проявленное мужество. В августе этого года Дмитрий, рискуя собственной жизнью, спас тонущую в реке девушку. В исключительно сложной ситуации девушка уже полностью накрыла водой, она уходила на дно. Дмитрий действовал решительно и смело. Результат – спасенная человеческая жизнь. От всей души поздравляю Дмитрия и родителей с высокой наградой, которую сегодня вручаем. А также весь город Белый – землю, рождающую настоящих героев. Спасибо. Что касается вопросов повестки дня, то депутаты поддержали предложенные изменения в областной бюджет. Согласно изменениям, почти на 8 миллиардов увеличились доходы. Дополнительные деньги будут направлены в систему здравоохранения, в частности, на приобретение лекарств для отдельных категорий граждан, на укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения, на обновление парка автомобилей скорой помощи. Также будет увеличено финансирование по направлениям образования, сельское хозяйство и ряду других. В этот раз эта сумма беспрецедентная, потому что она составит 7 миллиардов 795 миллионов рублей. На сегодняшний день уже произошло превышение по уплате налога на прибыль организаций на 119 с лишним процентов. И почти 84,5 процента мы уже поступили в бюджет Тверской области по НДФЛ. Кроме того, парламентарии приняли региональный закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области. Закон инициирован губернатором Игорем Руденей и прошел два чтения и был принят Верхневожье впервые. В документе прописывается непосредственно само понятие и в то же время предусмотрена норма, согласно которой информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не является склонением к аборту. Подобные законы уже приняты в ряде субъектов страны. На заседании поддержан проект федерального закона об аттракционах. На сегодняшний день в стране нет закона, регламентировающего вопрос эксплуатации технического состояния и государственной регистрации аттракционов. А вот разработанный проект устанавливает основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Положения закона проекта затрагивают и отношения в сфере безопасности эксплуатации. Также на заседании депутатам была предоставлена информация начальника Главного управления МЧС России по Тверской области о деятельности ведомства.